Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Реальный анализ». Я ее ведущий Борис Андреевский. Эта программа выходит у нас на грозеском языке, но мы решили сделать ее и на русском. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек. Это полковник пограничных войск, доктор истории, независимый эксперт по пограничным вопросам. Гела Хуцешвили. Сейчас такая обстановка возникла у нас в мире. Не у нас, просто в мире возникла. Здесь из-за обстановки в Сирии уже все привыкли к тому, что заводится на Украине, что это ужасно. Это все понятно, что сколько будет продолжаться, никого неизвестно. Но сейчас обстановка в Сирии, вот это обострение между Россией и Турцией. Как-то такая сложная, получается, атмосфера. И особенно будет касаться, конечно, Грузии. К сожалению. Получается, что, к сожалению, к счастью, Богом так дано, что мы находимся вот именно в том месте, в том географическом положении. Где-то хорошо, где-то плохо. Но мы находимся как раз вот на том рубеже и никак не сможем избежать, остаться независимым просто, и чтобы нас это не касалось. Поэтому вот это напряжение, которое сейчас возникает, и все усиливается. Недавно опять уже непонятно, что обстреливается зачем-то, хоть и воздух, даже обычное рыбацкое судно уже до того доходит. Такие напряженные отношения между Россией и Турцией. И вот в этом, как вы думаете, что нас ждет? Вот что нас ждет пока вот в ближайшее время, вот обозримое время? Давайте. Во-первых, приветствую я наших телезрителей. Я рад, что вы дали мне возможность участвовать в этой передаче. Как мы сказали, сейчас первый раз идет в эфире. Надеюсь оправдать и ваши интересы наших телезрителей. Что касается вопроса, что сейчас творится вокруг нас, давайте согласимся в одном, что уже более 15-60 лет идет пермаментная война цивилизации. Вот то, что сейчас появился на Ближнем Востоке, так называемый идил, да? Ну почему-то его называют государством. Не сами так себя обстреливают. Да, но они могут по-всякому себя называть. Есть многие сепаратические государства, которые называют себя государством, но мы всегда в предисловии говорим так называемые государства. Так что давайте в отношении ИГИЛ тоже данное упомянем, потому что если эти сепаратические государства находятся на определенной территории, и у них были административные границы, и у них было население этнической группы, то у ИГИЛ такого собственного государства нет, территории нет. Она расположена на половину русской территории, сирийской территории, и прилагается очень близко к Турции. Что нас ждет? К сожалению, это одному богу известно, что нас ждет, потому что нас конкретно в этом случае никто не спрашивает. Нас только один выбор. Рядом с кем мы будем стоять в этом противостоянии? То, что политика Тополя, вот так перегибающая, теперь уже не работает, это факт. Теперь уже явно вырисовывается противостояние, и точно надо определиться, где твое место. Вот сейчас вопрос Турции напрягается. Турция это испокон веков, после того, как она в то глаз, Синчук и в то при Средневековье, и фактически уничтожили Бизантию, заняли его территорию, они одновременно и заняли политическое пространство во Ближнем Востоке и на Кавказе. Так что русско-турецкие войны испокон веков идут именно за превосходство, за влияние на Черном море, на Кавказском секторе и на Поволжье. Теперь вопрос, может, так остро явно не стоит, но если немножко маленький экскурсий исторический, мы убедимся в том, что наше расположение на Кавказе, скорее всего, за кавказских государств, очень серьезно и очень важным стратегическим пунктом является. Еще для персов, для греков, для Византии она была камнем преткновения. Такая буферная зона. Да, для противостояния нашествия из северных стран, а для расширения своей экспансии – плацдармом. Ну вот, после создания Советского Союза твердо было определено, и это пространство обошло в Союз Советских Социалистических Республик, и считая 20-е годы, 37-й год создания Советского Союза, с этих периодов, фактически спокойствие было на этом участке, хотя надо признаться, что турецкая разведка и тогда очень сильно работала и в аршавских странах, и в Передней Азии, и на всем Северном Кавказе, но это контролировалось, и превентивные меры были приняты, и все это как-то регулировалось. Вот сейчас ситуация очень такая, знаете, непредсказуемая, потому что мы, естественно, и это прогрессивное желание, стремимся создать, войти в Альянс НАТО, одновременно войти в Евросоюз. Европейские страны, фактически все, в составе блока НАТО находятся. Из исламских государств считается, что одна Турция, которая секулярное государство, и четко не выражает она свое принадлежность к религиозным направлением, и она старается сохранить имя секулярного государства, прямо соприкасается с нами. И вот тут пересекаются интересы двух больших военных государств, Турция и Россия. Вы видите сейчас, как наращивает военную мощь Россия в этих сепаратических преобразованиях, формированиях в Абхазии, в Осетии. Новые комплексы ставят. Естественно, каждая новая база, это прямой риск удара по нему. Но я уверен и надеюсь, что НАТО ни в коем случае не допустит, и Россия тоже, чтобы столкновение между ними произошло. В этом гарантии, я думаю, являются гарантами европейские, западноевропейские государства, Германия, Франция, Англия, которые вряд ли захотят разжечь третью мировую войну. Но вот гибридная война, которая сейчас все популярно становится в лице вот этих террористических организаций или каких-то там квази-государств, как, допустим, этот ИГИЛ, все наращивает и напрягает обстановку. Вот сейчас вы видите интенсивные бомбежки с воздуха. Ну, когда-то эти мероприятия закончатся, и начнется применение живой силы. Если до этого пермаментные налеты все же растягивали время, и ИГИЛ был постоянным контролем, и она на своей территории, скорее всего, оккупированной территории определенные мероприятия проводила, теперь уже их так сильно притеснили, что есть вероятность, как осиное гнездо, они могут... Разлететься. Разлететься, да. И уже маленькими группами создавать более серьезные проблемы. Они пока сейчас в мешке, можно все сделать, а далее никто не знает, что произойдет. Так что вот, я думаю, конкретно сейчас реальный прогноз сделать невозможно. Один факт, что костер разжегся, теперь уже... Понятно, но не может тогда и получится. Так что вот, чтобы не было прямого противостояния, скажем, там, той же России и Турции, вот, ну, дай бог, конечно, не дай бог, ну, появятся ячейки какие-то, в каких-то грузинских селах, но с двух сторон, вся эта борьба может происходить, как бы защищая и одну, и другая сторона, показывая свои силы, а потом все это... Вы должны это знать, что разведка Турции, которая всегда работала над осуществлением плана Великого Турана, обеспечения этого плана, она всегда старалась создавать на территории кавказских государств противостояния религиозные, этнические, и это мероприятие не только на Южном, на Северном Кавказе, и по Волжье, и в Передней Азии, это все, эта работа шла, но очень, вот, напрягает еще тот фактор, что Эрдоган юридическую силу дал документу, которая была еще при Ататурке принята, и этот документ учитывает восстановление границы Турции в пределах Осмазской империи, вы представляете, это уже фактически повторение и планов Великого Турана. Этот план, это мероприятие постоянно, постоянно проводится, и оно в действии. Так что, противостоять вот этим действиям должна каждое государство, теперь мы сами себе принадлежим, мы суверенное государство, и может ли наша контрразведка своими мерами противостоять вот разведке Турции и мероприятиям, которые проводятся. Я что-то такого пока не замечаю, так сильно увеличивается, знаете, как этот термин называется, экономическая, демографическая и экономическая экспансия, направление Аджарии, допустим. Я думаю, была большая ошибка, и когда в один день девять тысяч граждан Турции получили гражданство Грузии. Я сейчас знаю, что молодые люди, очень многие ездят, учились в Стамбул и в турецкие университеты, это кажется, что, как бы, они все равно же впитывают любой человек, особенно в это время, когда он молодой такой, вот еще организм, он же много чего набирает, как раз вот это самое, то самое время, когда он... Есть такая восточная притча, если ты планируешь строительство своего государства на год, ты должен посеять зерно. Если ты планируешь на десятилетие, то тогда ты должен посадить плодородные саженцы. Но если ты веками хочешь развивать свое государство, должен давать образование молодежи. Но какое образование, и кто об этом заботится? Представляете, там они получают образование бесплатно, там им создает всякие условия для нормальной жизни и развития. Мне приходилось читать лекции, и очень тяжело мне вспоминать тот факт, когда образованные большими способностями студенты, сидящиеся в аудитории, в конце семестра вынуждены были думать о том, как все найти средства для оплаты своей учебы, чтобы не приостановили у них статус студента. Представляете, вот мы сейчас хотя находимся в капиталистической системе, и рыночная экономика сама диктует нам, как развивать экономику в разных отраслях. Но я думаю, государственный фактор должен везде преобладать, иначе нам тяжело будет. Я хотел спросить насчет группировки российской в Армении. Сейчас вот за Кавказией осталась единственная российская база, как бы. Но вопрос в чем? Опять поднялся вопрос из-за армянского геноцида, который долго-долго молчал, потому что был очень близким с друзьями, с Турцией. И никто почему-то не хочет спросить, а почему же геноциды армян? Из-за чего он произошел? Всем же понятно, что Россия воевала с Турцией, обещала армянам, если они будут на их стороне помочь, дать им незамисимость от турков. Естественно, когда Россия всех бросила и спокойно вывела свои войска, оставив этих несчастных невооруженных людей, естественно, отомстили за то, что они... Мои коллеги историки хорошо знают этот эпизод, сейчас мы не будем углубляться и вникать в каждые детали, но одно я хочу вам сказать, Россия беспризорно не оставляла своих, тех, кто поддерживал армян, активно поддерживали Россию, поддерживали, потому что они находились на той территории, которая испокон веков надлежала Армении, поэтому они... Россия, уходя из турецких участков, она оставила склады оружия, которое потом перешло в руках армяне, вот там немножко, я думаю, переборщили, чтобы спровоцировало дальнейшие действия турков, но этот вопрос выходит из рамки нашей компетенции, но что касается того фактора, как усиливается или не усиливается, Армения является по договору между двух государств под колбаком мирного поддержки с Россией и она является партнером в этом действии. Так что там находится от США находилась Гюмри, база, а сейчас и в Ереване находится база. Она очень мощная, очень сильно вооруженная, единственное, что общение с этой базой приходится через воздух, вот это тоже нас очень настораживает, в случае прямого столкновения еще раз говорю, которое я считаю, что ни в коем случае не произойдет, потому что благоразумие восторжествует, то в том случае Россия постарается естественно прямую дорогу наладить с Арменией, хотя вот я удивляюсь, они пользуются одним моментом, вы знаете Калининград и как она через финские враги проходит в международном праве, есть такой термин международный сервитут. Сервитут это линия, которая может от каждого государства с определенным государством наладить отношения, хотя мы не имеем сейчас дипломатические отношения, но Армения может это тоже поставить и потребовать от нас в замен определенного значит оплаты уступить им дорогу через нашу территорию, на этой дороге, на этой территории распространяется юрисдикция конечно данного государства, но пользуется этим дорогой то конкретное государство, которое взяло право за фрукту. Это раз. Во-вторых, вы говорите, что несколько баз на Северном Кавказе, нет дорогой мой, это не несколько баз, а это мощнейшее армия, я имею ввиду несколько баз в Армении, то что можно по Северному Хребту 58-я армия, мощная армия в 70-ти тишинах. мощная армия, когда я учился в институте, уже тогда говорили, что как раз в то время даже была Турция одна из сильнейших армий морской флот, учитывая воздушные силы, учитывая дальнобойную артиллерию и ракетные части, да, а сейчас вот на Северном Кавказе у России более 300 до 400 тысяч человек, учитывая там в Абхазии базы, в Осетии, значит, приближенные базы, морской флот, вы знаете, какие удары наносит из Каспийского моря на Сирию и Северного флота и Черноморской связи. Так что мы я думаю должны молиться, чтобы никогда такого не произошло, чтобы эти государства пришли в противостоянии вооруженном столкновении. Нам тогда немножко будет трудно. А не может это просто быть сдвиг такой просто, я не знаю, задумка американцев, там, я не знаю, Европы, чтобы немножко как бы Россию как бы слили в сторону именно какую-то сейчас Турцию. Потому что от нее тоже на самом деле никто и не поддержал. Вы учтите один факт, что не только потому, что Грузия захотела суверенитет и из-за этого нас наказали там и в Абхазии, в Осетии, в Самачаблу, так называемой Южной Осетии, расположили военные базы. Они прямо перешли за хребет и прочно заняли позицию стратегического противостояния НАТО. Вы как думаете, Турция и так занимает наши бывшие территории Ардоган и Артвини и эти территории вместе с населением и там у него базы, а теперь не исключено, что она еще на другие детские действия пойдет. Поэтому любое действие сейчас со стороны Турции повлекает за собой очень адекватные действия Россия, что, я думаю, никому не будет нужна и никому не понравится. Тогда все-таки что же делать нам? Мы не можем остаться в стороне, это уже понятно однозначно. Во-первых, я думаю и уверен в этом, когда у нас граница более 700 километров соседа, надо дипломатическое отношение восстановить. Нельзя быть в надежде на его комиссию или группу Абашидзе Карасина. Да, они ребята умные, плодотворно работают, но поймите, это не то. У нас прекращена делимитационная работа, у нас не оформлен правовой статус границы государственной, у нас территория оккупирована, да, оккупирована, созданы там деморкационные линии. Да, это факт, и мы никуда не денемся от этого, но работу надо в прямом смысле работу вести с государством, которое нам наносит такой ущерб. Они через посредников, посредники никогда не выходят за рамки своих интересов. Ну, Сейчас вот вроде как и Россия собирается сделать безвизовый режим с Грузией. Такие разговоры. Пропаганда такого мероприятия не идет, но я одно вам хочу сказать, у государства должно быть постоянных врагов и постоянных друзей, у него должны быть постоянные интересы. Интересы нашего государства должно быть в первую очередь сохранение территории за государством, чтобы мы были нацией, а не народности. Далее, я думаю, мы должны очень хорошенько информировать население и знать одно, что развитие экономики это основа суверенитета государства. Жить на инвестиции и на подачке это ни в коем случае не делает ни чести и ни гарантии завтрашнего дня нам. И еще один фактор, мы не этническое государство, мы социальное государство, поэтому в принципе интернационализм это не коммунистический наследие, это обыкновенный вопрос, житейский вопрос, и мы должны немножко более усилить фактор гражданства. Гражданство Грузии должно быть исходным, поэтому что трудно сейчас кому-то доказывать, что он здесь гость, когда особенно вот азербайджанцы, их название азербайджанцев это происходит после революции. У этого вот я допустим в архивах Пемокартли искал 19-й год, 1919 год, тут живут карапапахи, порчалойцы, турки, курды, таты, но азербайджанцы не живут, это потом их назвали азербайджанцем, поэтому этот народ который испокон веков а некоторые еще из 21-го жесть 400 лет тому назад поселились они здесь родились и здесь их предки похоронены мы должны какой-то статус им определить не должны мы их считать как пришельцы так все мы окажемся пришельцами так что надо усилить интеграционный процесс надо поднять гордость гражданства чтобы человек гражданин Грузии был гордым и достойным хорошо но как раз тоже сейчас такая возникает мысль я не знаю скорее всего после вот этих санкций скажем сейчас в России и к Турции экономических санкций пойдет очень много товара я в этом больше чем уверен сейчас пойдет через Грузию будут переклеиваться наклейки и посылаться те же продукты из Турции в Россию ну будет такая где-то происходить это уже сфера органов права судей вопрос скажется ли вот эти механизмы что произойдет упадут ли у нас турецкие товары в цене или они наоборот дорогой турецкие товары очень сильный удар наносят по аграрному сектору Грузии потому что они пошлину не платят они заходят сюда их не качество в Европе очень безавторитетны так что мы чем пытаемся и не знаем как только освободился российский рынок я думаю все же аграрный сектор должен был моментально подключиться одно дело дипломатия другое дело экономика и частный сектор подключиться и заключить договоры на будущее потому что у нас ведь рынок сбыта нету из-за этого мы не можем развивать аграрный сектор так что вот посмотрите сейчас Кардабань Марнеули вот эти районы Горийский район фрукты здесь овощи вы молодой не можете наверное вспомнить но где-то 70-е годы прекрасно помните 70-е годы да помните ну если общались вот есть Кардабанский железнодорожный узел станция оттуда до крайнего села в Ахтангисе стояли лафеты в очереди овощи парчевые посылались по всему союзу оросительная система ирригационная система все работало так что восстановить это возможно но нас за счет инвестиций только надеется вот кооперативы артели сейчас развиваются это очень хорошее начинание я надеюсь что это будет кстати вот колхозы кооперативы артели это не надо заблуждаться и не надо думать что это вот пережитки коммунистического прошлого или там капиталистического наследия еще при столепине когда 1861 году крепостное право было отменено и крестьяне получили землю из-за того что маленькие участки земли они не в состоянии были содержать или не давало им прибыли и начали продавать землю чтобы предотвратить утечку земель иностранные руки когда при столепине была именно разработана система артелей кооперативов лечения земель и оно тогда результатов удалось это надо срочно обязательно с помощью государства сделать иначе вот видите сейчас мы говорим что территория земля наши постоянные интересы хотя в конституции во второй главе записано что продажа передача кому-то государственной земли грузинской карается законом хотя я пока не могу найти как это тот закон который пересекает данное деяние но когда мы даем тысячами гектарами земли иностранцам индусам тамбурам и прочим да иногда мы оправдываемся тем что мы им это даем долгосрочную аренду но аренда с правом выкупа дается а тут еще второй фактор работает это то что гражданство грузии получается и путем натурализации их дети рождаются здесь получают гражданство грузии а через 30 лет когда истекает или 40 срок аренды они выкупают эту землю и эта земля переходит в чужие руки если учитывать тот фактор что некоторые государства считают гражданином своего государства вот допустим китайцы считают гражданином Китая любого китайца у кого мать или отец китайка где бы они проживали и берет за собой ответственность за безопасность данного гражданина вы представляете какие факты какие ситуации у нас возникнут в ближайшем будущем и еще хочу добавить здесь насчет продажи земель это очень болезненная тема я очень скрупулезно к этому отношусь товар это все то что создано трудом руками человека и которое является средством купли-продаж но земля ведь таковым не является она ведь нам Богом дано или природой дано и она не создана руками человека может на этой земле вырешено и все любое можно продавать землю земля является должна быть собственностью народа государства народа принадлежащего данного государства это мое мнение я думаю многие разделяют но результатов видно вот сейчас организовывается так называемый южный шелковый путь шелковый путь через Казахстан через космическое горе через Грузию транс-кавказский магистраль это не сейчас началось это началось еще с 90-х годов когда мы приобрели суверенитет и тогда был разработан проект транс-кавказский магистраль значит так она начиналась Париж Констанца а вот тут в начале 90-х была оговорка потом должно было быть Новороссийск потом Кбилиси потом Баку а потом Шанхай но после того как в Абхазии начались эти события 93-го года 92-го но тут дорога была перекрыта естественно зона конфликтов не только транспортный магистраль но проход ранной нефти тоже которая до Батуми доходила раньше был создан субсидский терминал и так и было потом уже значит Констанца поти и дальше ну учитывая тот фактор что потиевский порт он не очень рентабельный потому что из Ингурии заносит ил и она не очень так глубокая в этом отношении Новороссийский порт более удобный она всегда под фактором риска находится далее потом почему-то вот надежности этой дороги поставили под сомнением и сейчас вот видите Россия вышла с таким инициативой создать союз евроазиатский союз мы категорически отвергли это и атлантический союз поддерживаемся но как она приходит противостояние если мы сейчас говорим что жизненно важно для нас евроазиатский коридор Казахстан тоже входит в этот евроазиатский все входят раньше был такой орган создан Суам Грузия Азербайджан Украина Молдавия не работало не сработало в общем этот вопрос естественно конечно для нас важный фактор но сближение Китая с Европой как на это будет смотреть наш американский партнер я не знаю потому что мы помним события в Югославии как раз этот период если вам вспоминается начал постепенно падать курс доллара и возвещаться евро потом начался этот югославский конфликт тогда фактически Америка участвовала натовские войска не участвовали в этом мероприятии ошибочно были нанесены удары по всем мостам Дуная и судоходство по Дуная было приостановлено три месяца фактически застой и кризис получился и опять доллар поднялся вверх а евро упало значит что-то видимо происходит за кулисами такое которое нам простым смертным невозможно обгадать ну тогда просто я говорю присутствие Китая не китайц как бы как тоже на самом деле пока его не замечают как военное государство эта дорога проходит через Каспию а вы наверное помните что Америка внесла Каспию в сфере своих жизненных интересов так же как и Россия так же как и Россия так же если учитывать тот факт что прибрежные государства Азербайджан и азиатские страны и Иран они в тесном сотрудничестве с Россией но сейчас Америка тоже наладила с Ираном отношения вы помните да в общем интересная ситуация сейчас перестановка сил идет но тот факт что с каждым днем накалывается обстановка между Турцией и Россией это уже очень остораживает нас все воины русско-турецкие проходили или косвенно или там закулисной поддержкой Англии Франции Германии да все таки скажите вот если все таки большие потоки пойдут из Китая можно Китай именно уже как военная условно говоря прикрывая свои финансовые интересы как-то все таки повлиять и помочь где-то Грузии с точки зрения какого-то военного колпака скажем так чтобы не оказаться нет думать что она во-первых экономисты в виде смены все естественно смотрят на данную ситуацию в конкретном районе сейчас в этом регионе так накаляется обстановка большие финансовые риски идут кто сейчас такие финансовые риски понесет если там допустим начнет востряться противостояние между Россией и Турцией естественно под риск идет все это так что вряд ли так вы смотрите как усиленно ведет Россия в реабилитации Байкала Мурского магистрали хотя она дорогостоящая но в данный момент меньше рисков она содержит давайте тогда сейчас привезем на рекламу и обязательно насчет беженца надо два слова сказать не два слова это очень важный вопрос сейчас небольшая реклама подождите скоро вернемся БКТВГС редакция Гадавида Калак Руставши Рустав Элискуча Оцета Атия Эгрец Одебулли Кимикосовец культуры Сахли Шенобаши Пирва Сартулзе Так вы гавширдит Цхели Хази Нули Оцета Тормед Томму Прямоз Паешь Интернет Медиа Холдинг Пекат Ст PowerPoint Зам Телес После рекламы мы снова в эфире. Сегодня напомню, у меня в гостях Георг Хутишвили, полковник пограничных войск, доктор истории, независимый эксперт по пограничным вопросам. Я хотел вас спросить, договорились еще до перерыва, что будем говорить о беженцах. Такой вопрос сейчас. Я очень много общался в России с людьми. Многие даже не знают эту проблему в Грузии, проблему беженцев. Для них вопрос войны в Абхазии, Осетии, так поносилась вся информация, что вот проблему беженцев, грузинских беженцев, они просто даже не знают о ней. Они знают о этих людях, которые остались без крови. Да, я понял ваш вопрос. Тут два направления. Одно беженцы в Европу, которые из Сирии, и другие наши беженцы, которые... Это не беженцы, а насильно перемещенные лица. Но, видимо, мы в начале этого процесса многое чего не могли предвидеть, и мы надеялись, что то, что творилось в Абхазии, или что в Цхинварском регионе творилось, этот вопрос мы думали, что быстро можно было отрегулировать. Поэтому всех беженцев мы направили в Белиссию, или в большие города. Но надо было другое мероприятие обязательно провести. Это и сейчас не поздно, особенно учитывая тот факт, что многие из тех, которые сейчас беженцами оказались, в 30-е годы были переследнили в Абхазию из вискоглавных регионов, которые сейчас у нас опустили, абсолютно безлюдными стали. Надо было им создать там нормальную инфраструктуру, и старых возрастных людей, которые еще помнили, то туда вернуть, и там создать нормальные жизненные условия. Тогда мы бы сбалансировали. Сейчас Белиссий превратился в огромный монстр, периферии у нас обезбудлены, и вот получается так. А сейчас на этом фоне, представьте себе сейчас наплыв беженцев, которые идут в Европу. Мы как-то помним, наверное, месяц тому назад кое-какие политики начали выставлять такие лозунги, чтобы доказать Европе наше, значит, подспорье, или мы должны определенную часть беженцов принести на нашу территорию. Это очень большая ошибка, потому что у нас еще не решен вопрос с турковыми сфетинцами, которые мы взяли обязательство вернуть их на свои территории. Это еще отдельный вопрос. Если кто-нибудь, я знаю, что многие этим вопросом занимаются, посмотрят там данные, кого в то время, в 1944 году, выселили. Там очень большой спектр. Там и турки, там и курды, там и разное население, мусульманы, грузины тоже среди них. Но это далекие корни имеет и причину имеет. Еще в 18-м году, когда Турция оккупировала Батуми, и тогда началась трехлетняя война с Турцией за Батуми, местные мусульманы создали тщетников такие подразделения. Тщетники были в Румынии, в Болгарии тоже. Там была социальная проблема преимущественная. Но это не будем сейчас удивляться в этом. Вот представьте себе, сейчас далее, если мы возьмем на себя обязательства и определенную часть этих беженцев приведем к нам, я не исключаю, что появится какое-нибудь исламское движение, которое профинансирует обустройство беженцев. Вот вы видите, наверное, в поначалу стоят огромные корпуса, я не знаю, почему эти корпуса стоят и уже в течение 6 месяцев не продается, и никто не заселяется. Да, они даже уже освещаются, уже там у них все застеклило, все освещается. А никто не живет там. Никого там нет. И вы что, исключаете тот факт, что кто-нибудь профинансирует и вот этих беженцев заселят этот корпус? А вот вам, пожалуйста, анклав. Какой анклав сейчас готовится для китайцев на Белеском море? Я хотел вас спросить, а вы не знаете, чем закончилась история с этим, олимпийской деревней заселили уже? Там, что называется, на Белеском море, поселение, да? Нет, там продаются эти дома, хотя там огромные, это китайцы открыли огромную, вот как его, гостиницу. Я как-то заинтересовался, говорят, персонал тоже китайский там работает. Ну, это, видимо, второй вопрос. А что касается, в чем состоит опасность приглашения суда беженцев, многие гостиницы присоединились к конвенции о беженцах, европейская конвенция, многие государства тоже, но многие государства с оговоркой к нему присоединились. Допустим, Турция. Турция, вы знаете, что до распада Советского Союза 180, 190 с лишним государств было в Объединенном нации, в Совете Объединенной нации, а сейчас уже оно перевалило до 300 почти. Турция многих беженцев из разных стран отказывается принимать на своей территории. Для некоторых беженцев она дает только коридор транзитный, и для некоторых она их оставляет только в течение трех суток на своей территории. Россия тоже такие оговорки сделала. Мы без оговорок присоединились и мы готовы на своей территории принять беженцев за судьбу. взяли обязательно со всего мира поселить, субостроиться. А вы знаете, что любой один лишний человек, появивший в нашем государстве, это уже наносит удар по безработнице. Потому что у нас безработница и так очень сильная экономика в бедственном состоянии, так 100-200 человек в предприятии открываются, это не решает вопросы. Поэтому, я думаю, вопрос нелегальной миграции, вопрос мигрантов, вопрос беженцев, это надо серьезно контролировать. А что касается европейского варианта, который сейчас разыгрался, до сих пор я в недоумении. Почему это так сделали? Потому что, во-первых, шенгенские страны упразднили между собой визовый режим и прочее, там очень такая прозрачная граница была, хотя сейчас они одумались и начали усиливать свои пограничные контрольные пункты. Но, представляете себя, там пустили без всякой проверки, без фильтрационных лагерей этих людей, а среди них, наверное, очень многие, чьи мужья или сыновья воюют в частях ИГИЛа. Завтра, после завтра... Внимательные ИГИЛа, так мы общим называем, там могут быть и кто-то и другие тоже со своими интересами. там многие воюют, я имею в виду, но оттуда беженцы, когда идут, не исключено, что они как-то связаны с ними. Во-первых, во-вторых, есть такие террористические группы, которые законсервированы, и в какой момент они опять взорвутся и начнут действие, никто не знает, да, фактически, я в грузинской передаче уже сказал, сейчас повторение у меня будет, то, что вот есть такой жидкий газ, пропан, да, когда она протекает в комнате, занимает с пола определенно, пока полностью не займет территорию, она в высоте не поднимается, и постепенно, постепенно заполняет все, и когда детонация происходит, взрывается моментально, вот сейчас вот Европа так, она пропитана этими беженцами, что при одном объявлении дихада или хазавата никто не знает, что там произойдет, так что мы всячески должны отмеживаться от этого вопроса. Отмеживаться, но тогда может быть не торопиться нам с безвизовым режимом Безвизовый режим я еще раз говорю, это единственная возможность, чтобы легализовать наших нелегальных граждан, которые за границей находятся, но я удивляюсь, почему государство так старается, чтобы трудоустроить наших граждан в чужом государстве, когда у нас столько всего и столько можно сделать, ведь уже задолжали всему миру и я не знаю, как это дальше, кто будет эти долги платить. Есть еще такой прецедент, когда вместо долгов расплачивается землей, такой прецедент в Аляске был, неужели такое готовиться и у нас это будет уже конец. У нас я не знаю, процентов 80, если не больше заселения Грузии, вся живет в долгах уже к банкам. Эти банки должны иностранным банкам. Да, естественно, а с чего платить никто не знает, вот эти бесконечные кредиты, которые дают людям, даже не спрашивая у них возможности, могут ли они это отдать или нет, непоятные кредиты. момент еще уже был в истории Грузии, когда хотели построить университет государственный в Аградисфеве, когда не могли найти участок земли из-за того, что все было продано и частник не хотел уступить. Тогда поместье Цитейшвили было маленькое территорие определено и там построили. Вот сейчас тоже такая ситуация, фактически клочка земли уже нету, которая не принадлежила бы того-то. Я вообще-то интересуюсь сделать такое поэксперименту, поставить конторную конторную карту Грузии и какое государство, куда укладывает граждане какого государства инвестиции, соответственно, цвет у этого государства на политические руки карты окрасить. И мы увидим очень интересную ситуацию, что все Грузия уже давно распределена. Грузинская уже ничего не осталась. Ну, если так будет продолжаться. пройти в центре Билиси даже по тому же не знаю, Агмышинобели, если пройдете, тоже ханаль называется, турецкие. Турецкие рестораны, женщины ходят уже в паранчах. Да, когда у нас нету работы, нету возможности в аренду брать или открывать что-то, ну, здесь есть ситуация немножко такая непредсказуемая в дальнейшем. А потом еще учитывая тот фактор, что уже перепычка на Грузии, напычка на, скорее всего, агентурной сетью разных государств, чем больше здесь и транспортной магистрали увеличивается, экономические интересы и прочее. Вы не обострили внимание на мою реплику, когда я сказал, что есть такой термин экономическая, демографическая, скорее всего, демографическая и экономическая экспансия. Это когда граждане сопредельного государства постепенно, первоментно переходят на территорию сопредельного государства и данного государства расселяются там, размножаются, а потом уже со своего государства полученными инвестициями они экономические рычаги берут в свои руки и постепенно выживают оттуда аборигенов населения и заполняют все пространство и последствия уже сепаратическое гнездо появляется вот если так учитывать то я думаю хотя мы очень добрые соседи но Азербайджан уже северо-восточную территорию полностью экономически демографически заняло Батуми Азербайджан за отец там Турки тут юго-восточную территорию армяне занимают там осетины заняли уже все средние карты а если пройти там из Дизгинов около рогодехи границы иду Ахмед и там полоса при кавказского хректа Населенные полки очень такую пеструю картину дают. Так что в государстве должно быть конфиденциальная демографическая политика. В государстве должно быть государственная пограничная политика, выведена в рамки важнейших вопросов. И тогда уже государство сможет многие вопросы решить положительно для себя. Но для этого надо государственно мыслищие люди, чтобы возглавляли государственные учреждения. Пока такого, к сожалению, у нас незаметного, честно говоря. Поэтому надо срочно, вот второй фактор, гражданство, надо возвесить и этим фактором нивелировать ситуацию. Гражданин Грузии это полноправный гражданин и должно быть такой девиз. Родина, честь, толп перед Родиной. Такой, может, гипотетический вопрос. Но все-таки хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь варианты сделать границу, скажем, с этими независимыми государствами, как Абхазия и Осетия, границы более открытые для общения людей, для перемещения. Во-первых, это не граница, и границы здесь нельзя употреблять. Это демаркационная линия, линия размежевания конфликтных участков. Но представьте себе, как это возможно, если не будет дипломатического отношения с государством, которое там военные базы имеет. Это раз. Во-вторых, как нужно с ними общаться, если мы не признаем их как государство. Тут нужен другой подход. Почему я сказал вам конфиденциальная демографическая политика? Это, естественно, в прямых переговорах не афишируется. Это конфиденциальный вопрос, который можно решить с соинтересованными государствами. К сожалению, вся наша проблема упирается в России. Вся проблема. Но не в России упирается, а упирается в жизненно важных интересах России, Турции и Соединенных Штатов, и НАТО, и прочее. Вот мы на раздолье таких вопросов оказались. Я не знаю, если в каком-то случаях это и, как сказать, выгодно в том случае, что ты представляешь важную ценность. А с другой стороны, а кто ты такой, в конце концов? Нету человека, нету проблемы. Ну, тут много вопросов, о которых я сейчас просто не могу открыто говорить, потому что за этим должно быть и фактами укреплено. А информация одна здесь не получится, нельзя напрягать народу. Одно я знаю точно. Вот уверен в этом, и это я всем хочу открыто сказать. Очень скоро, в ближайшем будущем, государство Грузии станет общим государством, которое, как и было, даже увеличивается его границы за счет определенных территорий. И мир наступит у нас очень скоро. Да Богу, это у него. Большое вам спасибо. Очень приятно было сегодня поговорить. Потому что у нас тем еще будет дальше много. Надеюсь, вы к нам еще придете. С удовольствием. Я комфортно чувствую ваше телевизорство. Большое спасибо. Большое спасибо телезрители вам. Смотрите нашу передачу. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова